Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем канале, на нашем цикле изучения книги Седер Олам Раба, переводив комментарий моего учителя доктора Хайма Бугенхаймера. Сегодня я бы хотел поделиться с вами темой, касающейся нашей недельной главы, недельной главы по ЕЦ, которая говорит о зарождении еврейского народа и всякими хронологическими периодами, связанными с ним. И когда я говорю о зарождении, я подразумеваю это в наиболее буквальном смысле этого слова, о том, как формировалась семья нашего праотца Якова, от которой мы все с вами, дай Бог, происходим. Итак, без всяких других задержек, давайте перейдем к тексту. Нервных, как обычно, прошу удалиться. Сегодня мы будем двигаться с невероятно быстрой скоростью. Точнее, события, которые мы будем изучать, будут развиваться с довольно невероятно быстрой скоростью. И такое впечатление, что мы находимся на какой-то прямой стометровке. И вот четыре игрока, четыре бегуна-спринтера, они им сказали на старт, внимание, марш, и вот они побежали. И давайте обратим внимание на текст Цедро Лама, который говорит нам буквально следующее. Цедро Лам Раба. Мы остановились с вами, что Яков Авину провел 14 лет в Ешиве Шема и Эвера, точнее, в Ешиве Эвера. Написано, что когда он стоял у колодца, говорит Цедро Лам Немцао Медалам Ээр, Пенш Кима Шевэ Шана. Из этого видно, что когда Яков Авину находится у колодца, это вторая серия из Уч-Кудука Кри-Колодца, Яков Авину 77 лет. 20 лет Яков Авину проводит в доме Лаван, это, в принципе, открыто написано в Торе, он с кубричью в душе говорит, 20 лет я на тебя пахал, и не раз это говорит. Шева отшила на сайте Магод 7 лет, он до того, как женился на наших праматерях, то есть сначала он работал за жену 7 лет, потом он женился сначала на лее. Так получилось уж, как говорится, подсунули, но все в итоге получилось очень даже хорошо. И через неделю после этого он женился на Рахель, и можно сказать, что старт у двух праматерей был более-менее одинаковый. После того, как у него родились дети, Яков Авину 6 лет, еще говорит Седоролам, был в Египте, был у Лавана, где он работал за зарплату. Получается, что первые 7 лет из 20 Яков Авину не имел ни жен, ни детей. Последние 6 лет у него не рождались дети. Получается, что все дети у него родились за 7 лет, 7 лет период, 7 лет период, 6 лет период, 20 лет в общем. Все дети у него родились за период 7 лет. Кто это все дети? Это 11 сыновей и одна дочь, ни много ни мало. Получается, говорит Седоролам, немцы укола шватим на лду ба шева шан ним хуцме беньямин. Все родились в этот период из детей Яков Авину, за исключением Беньямина, который родился в Израиле. Как на Ане. Уколы хадле и хадле шева хадашим. Все дети Яков Авину родились 7-месячными в Харане. Тут мы поставим с вами точку и обратимся к ЧАРТ, который нам поможет это дело понять. В чем тут загвоздка? Почему вдруг Седоролам сказал, что они все родились 7-месячными? Что касается… Ну, давайте обратим внимание на вот этот ЧАРТ. Это на английском языке, но не волнуйтесь, здесь, в принципе, все просто. И то, что надо, я переведу. Вот Яков Авину, у него три жены. И… Четыре жены, извиняюсь, мне в песне вспомнилось. У него две жены и две служанки, статус которых потом улучшается до статуса наложниц и статуса жен. Каждая из них в какой-то момент из этих семи лет беременеет и рождает детей. Так вот, согласно повествованию, как это описывается в Торе, если мы будем смотреть одну строчку за другой… Сначала забеременела, родила Рувена, забеременела, родила Шимона, забеременела… Все говорится о Лее, первой жене Яков Авину, потом Леви, потом Иуда, четырех сыновей подряд. Окей, нет проблем. Потом написано, что вот Рахель видит, что команда Леи обгоняет, а у нее детей нету. Она требует от Яков Авину в довольно такой эмоциональной форме. Он ей отвечает тоже не в самой мягкой форме. И Яков Авину дается Билга, это служанка Рахель. И Билга беременеет Даном, потом рожает его и Нафтали. Тут в Торе это описывается, что вот родился Иуда, и потом была дана Билга. Очень может быть, что так и было. В любом случае, Кседор Олам подразумевает, что именно так и было, что после того, как родился Иуда, только после этого Билга была дана Яков Авину, и после этого беременность Дана началась. Потом беременность и рождение Нафтали. И после этого Лея видит, что что-то вот у Рахель уже двое сыновей от служанки. Почему мне то же самое не делать? Она переживает, почему она не беременеет. И она дает свою служанку Зильпу. Потом у Зильпы две беременности, одна за другой, Гад и Ашер. После этого Лея начинает беременеть сама. И Сахар, беременность Исахара, Завулун, и Дина рождается. Только после этого рождается Йосеф. И все это надо уместить в семь лет. То есть, получается, мы могли бы, конечно же, по-простому сказать, ну кто вам сказал, что вот беременность в Бильгии, она была не тогда, когда Иуда еще не родился. Или кто вам мог сказать, что Зильпа была дана Яков Авину еще до рождения Нафтали. То есть, у параллельных жен беременности могли тоже протекать параллельно. Но Седору Лам такую вещь не подразумевает, не рассматривает. А рассматривает, что все беременели и рождались один за другим. По очереди беременность заканчивалась, точнее, рождение происходило, потом начиналась новая беременность. И не в зависимости от того, одна и та же мать или разные матери. Но это происходило только по порядку. Из-за этого Седору Ламу надо вместить 12 детей, потому что разницы нет, девочка или мальчик родился за 7 лет. Давайте обратим внимание на доску нашу. Мой друг один из Москвы, кинематограф, заметил мне, что пустыми не должны быть участки экрана. Либо надо заполнять его какими-то действиями, либо, если нечего сделать, надо повесить портрет Владимира Владимировича Путина. Ну, я, как проживающий в Америке, наверное, портрет Владимира Владимировича не повешу здесь. А вот чей портрет мне повесить здесь американский, еще не ясно. Этот вопрос до сих пор у нас не решен. В любом случае, 7 лет, которые нам выдаются, каждый имеет 12 месяцев минимум, получается 84 месяца. При этом возможны, конечно, високосные годы, их может быть и 2 и 3 здесь в этот период, то есть может быть еще от 85 месяцев, 86 или даже 87 месяцев на все эти беременности. Но Седор Лам, судя по всему, не рассматривает високосные годы здесь с возможными тремя дополнительными месяцами, а рассматривает 84 месяца. Посмотрите, что получается. Чтобы уместить в цифру 84 12 детей, необходимо, чтобы каждая беременность была по 7 месяцев. То есть мы сначала берем годы, умножаем на месяц, получаем количество месяцев, а в реальности потом то же самое делает Седор Лам обратно. И у нас есть 12 детей, та же цифра, и чтобы 84 на 12 детей, получается у нас 7. То есть получается то же самое вот оттуда, а из этого именно Седор Лам и делает свой вывод, что все родились на 7, будучи 7-месячными. Потому что Седор Лам предполагает именно такой порядок рождения, который был упомянут в этой таблице, которую мы привели вам. Каждая беременность последующая начинается только после предыдущих родов, даже у другой матери. Вот так вот, если это можно сформировать. Отсюда получается 7-месячная вечность. Следует заметить, что в принципе ни один Талмуд не цитирует 7-месячность, хотя Талмуд вавилонский особенно цитирует Седор Лам налево-направо и всегда с ним соглашается. Но в этом даже Талмуд не упоминает этот вывод 7-месячный. Почему? Ну, во-первых, давайте глянем опять на наш чарт. Чарт, который нам здесь предлагается. Смотрите, Седор Лам делает, вот еще раз говорю, что каждая беременность следует, они следуют одна за другой. Даже у ранних матерей нет никакого переклеста, наклеста у одной беременности с другой. А теоретически Билга могла быть дана Якова Вилну еще до рождения ее. То есть где-то вот здесь все это могло быть. Тогда все это смещается вверх рождения Даны и Нафталии. То же самое, Азиб помогла быть дана Леей Якова Вилну еще до рождения Нафталии. И тогда это все смещается вверх. И это говорит нам Ибн-Эзра. И кто иной, это наш дорогой Ибн-Эзра, который очень хорошо изучал Седор Лам. И мы теперь тоже вот как-то его изучаем. И он, наверное, больше немножечко понимает то, что нам говорит наш великий комментатор. Говорит он так. И как это упомянули древние книги, имеется в виду Седор Лам, наш маца, ум, блин, шишахадаши, времен, демиспар. То они все были шестимесячные с несколькими днями. То есть Ибн-Эзра даже не читает, что они родились 7-месячные по Седор Ламу, потому что у нас, как вы видите, 84 месяца беременностей и родов, и 84 месяца в 7 годах в притык просто один-другой совпадает. Это получается, что каждая из матерей, ну, в данном случае, беременность происходила, и происходила на следующий день после того, как она родила детей. Что, в принципе, конечно же, даже биологически невозможно, наверное, может быть, даже из вопросов ритуальной чистоты. Поэтому Ибн-Эзра говорит, что это имеется в виду на 7-м месяце рождались, а даже не 7 месяцев, потому что должно быть какой-то хотя бы пробежуток между беременностью, а тут притык происходит все. И потом он говорит, ну, довольно можно было бы сказать, что служанки были даны Якову Авену еще до того, как родился Анафталиб, допустим, в данном случае, вот здесь посмотрим, уже зельба была дана, да и тоже данным беременность могла быть еще до его рождения. Плюс Ибн-Эзра говорит, и Рахель могла быть уже беременна Иосифом еще до рождения Забугуна. То есть вот здесь у нас Иосиф не обязательно родился до Забугуна. То есть параллельные беременности могли быть у Леи и Рахель, у Леи и Забугуна, а у Рахеля и Иосифа могла быть с небольшой разницей в несколько месяцев. Тогда все становится намного легче. И потом Ибн-Эзра заканчивает магической фразой. Мы даже, в принципе, не знаем, когда Дина родилась. Что это означает? Ну, родилась ли она вообще в этот период, 7 лет, или она родилась после этого? Это имеет в виду Ибн-Эзра, но Ибн-Эзра, в принципе, приводит слегка раньше, немножечко другую идею. То есть в комментарии там же рядом, 21-й строчке, в 30-м разделе главы книги Бариши, Ибн-Эзра говорит, что вот после, комментируя Ваахар и Алдабад, она после этого родила дочь, имеется в виду Лея родила, что есть такие, которые говорят, что Дина была двойняшкой Завулуна. Ну, говорить-то можно все угодно, а где мы в Торе это видим? А в Торе мы таки это видим. Где мы это видим, а вот где? У нас про каждую беременность всех, про матерей написано забеременела и родила, и забеременела и родила. Про всех, и даже вот про Завулуна, последнего из детей, написано, в Атагар-Одли, а в Атален-Шиши, Леяков забеременела, опять Лея, и родила шестого сына, Яков. А после этого в 23-й строчке написано, а потом родила дочь и назвала ее Диной. Но не написано перед Диной, что и забеременела Лея. Поэтому есть такие комментаторы, которые говорят, что поскольку около Дины не упомянуто отдельное слово и забеременела, она была тоже частью беременности, упомянутой выше, беременности Завулуна, то есть двойняшки они были. Таким образом, вот это вот то, что нам здесь приходится семь детей Леи сделать за этот короткий период времени относительно, еще иметь время для того, чтобы переживать, что нет детей и давать служанку, и служанка рожает детей и так далее. Если мы объединим Завулуна с Дин, и если мы скажем, что Йосеф родился, ну, несколько месяцев спустя Завулуна, то есть были параллельные беременности Завулуна и Йосефа, тогда, в принципе, эти проблемы исчезают, и не надо гнать лошадей, как говорится, и втискивать вещи довольно непросто в короткий срок. Вот такая вот вещь. Мы не должны с вами удивляться, что Седер Олам делает стресс именно в нашей недельной главе на формирование семьи Якова, насколько это происходит. В принципе, и в Торе это видно, что дети рождаются за короткий период времени, детей много, и в основном сыновья. Формируется семья. Яков Авину не является первым пропагандистом монотеизма в мире. Начал его дедушка, Абрам Авину. Яков Авину не является законодателем главным еврейской религии. Это Мушарабей. Но Яков Авину несет функцию, он принес в мир физический еврейский народ. Он отец народа Израиля, который носит его имя. И вы знаете, если бы, как говорится, не дай бог, не было бы народа Израиля, не было бы кому давать народ. Как говорит Медраж, Баришит, Баришит барай лукимир шмай варс, Бейт решит, что ради двух первенков был дан, был сотворен мир ради Израиля и ради то, ради еврейского народа. И кто из них первичен? И говорит Медраж, в принципе, не знаю я кто, но выглядит как будто еврей. Потому что тут написано, дай, скажи евреям. То есть цель, чтобы Тора была дана евреям. И в данном случае, то есть мы именно поняли функцию вот этого создания еврейского народа. Она на Яков Авину появляется невероятно. Во-первых, то, как у него формируется семья, и в дальнейшем он перешивает из-за потери любого из своих детей. Такое впечатление, что трагедия в жизни уже не была. Даже Шимон, который не самого лучшего поведения, Яков Авину очень сильно переживает за его отсутствие. При этом, если мы посмотрим на семьи его дедушки, там дети отсылаются дальше куда-то и в другие страны, и племянники с племянниками отсоединяются тоже. У Ицхака Авину в семье есть внутренние конфликты между братьями, они не становятся одним народом. А вот Яков Авину смог воспитать своих детей, несмотря на все конфликты, на зависть между женами и между детьми, он смог воспитать семью, которая стала одним народом. И Иосиф ему, в конечном счете, в этом тоже очень помогает сплотить всех остальных братьев. И вот это вот заслуга нашего братца Якова, и, как говорится, низкий поклонник. Дай Бог, чтобы мы все смогли, так же, как наш братец Яков, создать такие хорошие еврейские семьи, наши дети, частью наших семей, наших кланов, наших общин и нашего народа. Есть очень поздний, очень поздний мидраж, записанный в гаонские времена, называется Перкейдер Абиэлиэзер. Ну, любой, кто его читал, понимает, что это поздний мидраж, где говорится о том, что с каждым из детей Якова Авину родились двойняшки. Это, кстати, этот Перкейдер Абиэлиэзер под влиянием Седору Лама признает семимесячные беременности. Эта традиция также упоминается в Вавилонском Масехте Софрим, что все дети Якова родились двойняшками, за исключением Йосифа и Димы. Почему такая вот интерпретация возникает? Дело в том, что все наши праотцы очень старались и береглись, чтобы не жениться на хнаанках. Потому что, ну, по-простому просто, вы знаете, а если они бы там женились на хнаанцах, потом некому было бы землю Израиля давать, они просто бы ассимилировались в общую хнаанскую массу, и не было бы народа, которому надо давать землю хнаан, народу просто перестал существовать. А вот как сделать так, чтобы дети не женились на хнаанцах? В итоге еврейскому народу приходится в Египет из-за этого эмигрировать, чтобы не женились на хнаанцах, и возвращаться назад, Яякова эмигрирует, а возвращается назад уже народом, способным заместить хнаанцев в землю хнаанцев. При этом мы видим, что Ишимон имеет Шаул бен Акнаанит, сына вроде от хнаанской женщины, и Иуда женится сначала на дочке Ишкна-Анни. Был ли он купец, согласно традиционной интерпретации, и Бенезра считает, что он был хнаанцем тоже при этом. Именно поэтому его дети умерли, потому что они были дети хнаанки. Так или иначе, на ком женились дети Якова? Ну, про Шимона и про... есть Медраж Борис Шитрабах, что он женёс на Дине. Но что касается остальных детей, мы не знаем. Но мы должны, в принципе, с уверенностью предположить, что не на хнаанцах, может быть, на дочерях Ишмаэля, кого-нибудь, может, ещё на каких-нибудь их товарищах, медианцах каких-нибудь, на, может быть, на мавитянках, амамитянках, но не на хнаанках. При этом, как говорится, представляется такая идея о двойняшках, чтобы евреи, по детям, якобы женились на своих сёстрах. Рамбан, Рабимоша бен Ахман, не совсем он признаёт эту идею двойняшек, и ему она как-то не очень лежит на душе. Почему? Потому что он говорит, мы должны тогда сказать, что эти все, минимум, десять девочек умерли в жизни Якова Вину, Луалей, до того, как он спустился в Египет, потому что Тора их не перечисляет при спуске в Египет. Тора говорит, Тора перечисляет Дину, Тора перечисляет даже внучку Якова Вину, Сарах, дочку Ашера, но она не перечисляет никаких других девушек, женщин, и поэтому говорит Рамбан, если даже они и были такие двойняшки, мы должны будем сказать, что они умерли перед тем, как пойти в Египет. Тут Якова Вину по Йосефу горюет непонятно как, а у него, получается, при жизни ещё десять дочерей погибло, и Тора об этом, во-первых, ничего не говорит, а во-вторых, что за трагедия, что за ужас, десять детей потерять при жизни, это очень тяжёлая вещь. Поэтому Рамбан, если честно, не очень частый в такой интерпретации, он предпочитает интерпретацию, что вот этого нет. Более-менее вот это вот, то, что касается секретной недельной главы. Также, наверное, следует отметить, что согласно Киркейдар Абелиеза, Реймасахет Суприм, Дина, имела дочь, Аснат, которая женилась на Йосефе, известном, что это страж, а он также в Таргуми, у Маша, в Палестин, Аснат Суприма. Ну, Таргуми Рушалмин называемый. Ну, так или иначе, насколько Дина имела дочь, насколько эта дочь была Аснат, не всегда это, это тоже Медраж, есть параллельные Медражи, которые не всегда с этим соглашаются. Так или иначе, источник этого Медража, одна из причин этого Медража, это то, что Потифар и Потифера показываются как один и тот же человек. Хотя, в принципе, с Египетом их имена означают совершенно разные вещи. Им называется, что Потифар, он был Сарис Паро, и предположение, что раз он Сарис, значит, у него детей быть не может. Он кастрировал. Да, действительно, в более поздние времена слово Сарис означало кастрированный мужчина, потому что в Ассирии не подпускали к царским женам никакого мужчину, там строго было, пока ему не сделают такую вот жестокую процедуру. Поэтому тогда слово Сарис, что на акадейском языке вообще звучит шарэшу, то означает на еврейском языке шэль-рош, то есть принадлежащий голове, то есть служивающий царю, служивающий государю, ларе, шэль-рош, шарэшу. То вот это вот Сарис изначально, а Сарисы не были евнухами, и более в Египте, а не в Асирии, сарих, 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 не означает, что он евнух. Поэтому дочке у него прекрасно могли быть и не с этим проблем. Ну, так или иначе такая вот раскладка получается, и я хотел бы всем пожелать хорошего шапата, и дай Бог всем счастья, здоровья, хороших новостей. И до новых встреч в эфире. Если у вас были какие-то вопросы, замечания, прослойки, отжимы, пожалуйста, ставьте ваши комментарии, и не забывайте ставить ваши лайки. До новых встреч в эфире. С вами был Барух Юабов.